Добрый день! Сегодня у нас 121 серия, называется Теория поколений. Вот сегодня посмотрел на канале, который называется «Всё как у зверей» на ютубе, посмотрел беседу Екатерины Шульман и Евгении Тимоновой, которые, собственно, ведёт этот канал. Беседа называется «Дети не похожи на родителей. Теория поколений». Сегодня 4 мая. И вот решил отозваться на эту передачу. Вот это Евгения Тимонова «В кругу семьи». А вот эта книжка 1991 года, издание, называется «Generations», то есть поколения. Вот эти два автора, Вильям Штраус, Нил, Хоуи, они ввели в социологический дискурс, в обсуждение у социологов, концепцию поколений. Вот они как бы придумали эту концепцию разных поколений. Смысл в том, что каждое поколение вырастает в других условиях и тем самым несёт отпечаток этих условий на ценностях, которым оно следует в жизни. Ну вот, четыре поколения выделяют эти авторы. Бэби-бумеры и ещё три поколения. Х, Y и Z. Значит, примерно 45-й год и далее, 65-й и далее, 85-й год и далее, и 2004-й, 2005-й год и далее. Это нашего времени, четыре поколения. Вот они, как бы, четыре пакета ценностей свои представляют. Вот я потрачу несколько минут, прочитаю эти пакеты. Но должен сказать, что это всё в пересказе Гени Тимонова, и что написали сами эти американские авторы, я пока не знаю. Вот с её слов. Возможно, прочитать придётся эту книжку, и тогда будем обсуждать ещё раз. Итак, Бэби-бумеры. Годы рождения 1945-1964. Их любимые ценности. Коллективизм и командный дух. Оптимизм и жизнерадостность. Стремление к саморазвитию. Патриотизм. Забота о здоровье. Культ молодости. Поколение Х, 65-й и 84-й год. Глобальная информированность. Полная самостоятельность. Готовность к изменению. Правонаправие полов. Индивидуализм и прагматизм. Поколение Y. 85-й и 2003-й год. Высокая приспосабливаемость. Недоверие к долгосрочному планированию. Активность и стремление к свободе, гибкому графику. Способность к быстрому обучению. Скептицизм. Независимость. Ну и поколение Z. 2004-й год. И по наше время. Многозадачность. Практичность. Потребность в самовыражении. Отсутствие грани между реальной и виртуальной жизнью. Техническая и информационная грамотность. Вот что я думаю. Ну во-первых я думаю, что люди перечисленные в квадратах имеют между собой мало общего. И это недоказуемо, что у них одинаковые пакеты ценностей. Я думаю, что пакеты ценностей взяты каждый сам по себе, они мало информации несут. Тем не менее список их пакетов, определенные последовательности, мне кое-что напоминает. Я специально еще раз эту картинку привел для того, чтобы убедились, что люди в одном квадрате очень отличаются по ценностям. Ну такой совсем уж пример простой. Марк Цукерберг и корейский Кын. Ну нет у них никаких общих ценностей. Ну совсем. Не перевести ли нам это все на язык ТОАИ? У нас есть 8 уровней. У нас есть 7 стилистических четверок. И вот оказывается, что эти 4 пакета ценностей примерно соответствуют четверкам 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 и 5, 6, 7, 8. Ну проанализируем некоторые элементы, чтобы в этом убедиться. Ну скажем так, первое поколение, 45-го, 5-го, бэби-бумеры. Патриотизм. Ну это конечно 2. Оптимизм и жизнерадостность. Ну это конечно 5, как высшая точка, высший уровень. Но есть и другие. Коллективизм и командный духа это скорее четверка. Стремление к саморазвитию. Ну можно понимать по-разному, неоднозначно. Поколение Икс, 65-го года плюс. Правонаправие полов, вот интересный критерий, интересная ценность. Но я думаю, что она достигается именно на 6-м уровне. Таким примером, где это действительно осуществлено. Это скажем, британский парламент. В сумме Тимар Гарет Тэтчер. В Америке пока еще не было ни разу, чтобы женщина становилась президентом. А вот в Британии, пожалуйста, премьер-министр, женщина, сколько угодно. Но и индивидуализм это, конечно, тройка. Тройка и шестерка определяют. Самостоятельность это пятерка. Информированность это может быть 4, может быть 6. Поколение Икс, 85-го года плюс. Ключевое, способное к быстрому обучению. Это вот семерка. А также скептицизм и независимость суждений. Это тоже семерка. Стремление к свободе. Ну, пятерка. Гибкий график. Но все-таки график, поэтому четверка там участвует. Недоверие к долгосрочному планированию. Это недоверие к шестерке прежде всего. Потому что именно шестерка и вместе с тройкой они планируют. А поскольку мы сдвинулись с 3,6 в сторону 4,7, то у нас тем самым потерялась ценность долгосрочного планирования. Ну, и последнее поколение Z. Многозадачность. Отсутствие грани между реальной и виртуальной жизнью. Это скорее 8. Ну, и практичность это 5. Вот таким образом неожиданно всплыли 4 пакета ценностей, которые мы идентифицировали как стилистические четверки. И то, что они привязаны к поколениям. И то, что кто-то утверждает, что происходит смещение ценностей от 2, 3, 4, 5 к более старшим четверкам. Это интересно. Ну, вот и все на сегодня. Ставьте лайки, комментируйте, поделитесь, подпишитесь, жмите колокольчик. Продолжение следует. До новых встреч.